Всем привет! Безопасность на первом месте у многих. И сегодня очередная камера видеонаблюдения. Интересная камера, которую мы с вами посмотрим. Этот китаец мне написал сначала, потом я захожу и случайно наткнулся, что у него там распродажа и камера достаточно дешевая, и пришлось купить. Опять-таки для Константина. То есть у него теперь будет вроде, если не ошибаюсь, 4 камеры. Но это не точно. Опять-таки, в общем, сегодня мы с вами распакуем. Посмотрим, как пришло. Пришло, сразу скажу, транспортной кампании. До дома позвонили, доставили. Все very good. Распечатаем ножичком. Смотрим, что же у нас пришло на этот раз. Прямо как раз на белые тона. У меня вроде такие уже коробочки были. Вот такая вот коробочка. Ничего не написано. Стандартно, как и у предыдущей камеры. То есть я так понимаю, что коробки для них штампуются на одном заводе. Только выбираешь, что тебе угодно там написать. Соответственно, камера, смотрите, у нас еле вмещается сюда. Эта камера точно по LAN кабелю. Без Wi-Fi. Сетевой кабель и питание. Здесь у нас металл. Видимо, болтается. Какой металл? Алюмишка. Фишка этой камеры в том, что она двухмегапиксельная. Вот такой громаднейший дисплей. Шесть светодиодов инфракрасных линзованных. Антенны в коробке нет. Есть диск софтом. Есть заглушки. Заглушки обратно. Так. На камере написано 1080p. PAL-NTC 2 мегапикселя. И вот эта вот конторка. Соответственно, ссылка будет на камеру под видео, кому интересно. Пластик. Пластиковая защита. Вот такой болт. Прям, блин, массивный. А вот это как держится? Чуть непонятно, походу, приклеено. Вот это вот у нас козырек сдвигается вперед либо назад. В зависимости от нужности. Так. Здесь у нас шестигранником подтягивается. Интересно, а шестигранник в комплекте есть? Да, вот он и есть в комплекте шестигранник. Если что. Так что, вот такие вот дела. Фиксируем под нужным углом. Затягиваем. И радуемся жизни. Так как у нас камера сетевая. Соответственно, подключаем для начала, я буду использовать такой блок питания на 3 ампера 12-ти вольтовый. Подключаем к камере блок питания. Подключаем к камере сетевой кабель. Индикатор мигает. Прогруз пошел. Итак, от предыдущей камеры у нас остался программка C-H-Tools. Поиск по IP-адресам камер. Посмотрим, найдет ли она. Так, камера щелкнула. Спускаемся вниз до компьютера. Пытаемся загрузить программочку. Так, нажимаем Next. Ждем. Камера, по идее, у нас в досягаемости. Но не хочет видеться. Попробуем NV-клиент. Тоже удивительно, да. Но с какими-то камерами они работают, с какими-то нет. На самой камере даже не написано, какой пароль. А, для начала мы зайдем в настроечки. И отключим Wi-Fi напрочь. Wi-Fi нам здесь не нужен. И попробуем заново. Поиск по IP-шнику. Search Tool. Так, вот у нас уже другой указан контроллер. Надо было там просто выбрать, наверное. А я вот такой вот нехороший. Но все равно. Индикатор у нас не мигает, а горит. Я так понимаю, он еще пытается как бы сеть опознать, но не опознает. Так, ладно. Давайте-ка установим диск с программным обеспечением. Я так предполагаю, что каждый производитель, как видим, опять панда, идет по легкому пути и заморачивается на то, чтобы камеры работали с определенным софтом. Кстати, такого раньше не было. Мне кажется. Но я могу ошибаться. Так. Диск, диск, диск. Читайся. Прям, прям, прям. Ну, давай. Вот. О, у нас тут картинки есть. Админ, админ. О, тут не админ. Зона. Добавить зону. Так, тут другой софт и якобы он рабочий. Ладно, ставим. Так, видеоконвертер. VRsoft. Wi-Fi камера. Так, я так предполагаю, вот это вот мы копируем. На диск. Так, у меня вот тут какой-то есть клиент CMS. И что-то ничего не происходит. Даже на крестик не хочет. А, во. Interlan. Смотрите-ка, он походу работает. Ну, здесь какой-то, я не знаю. Какой-то непонятный. Ну, вот что-то пытается. А, это от камеры, которая у меня была. Вот это вот. А у меня тут камера недалеко лежит. Для телефона. Понятно. Понятно. Тут через одно место софт тоже не рабочий оказался. Так, смотрим. Light. Попробуем поставить English. И посмотрим. И это закрываем. Это пока свернем. Ага, о, но по-другому выглядит. И у нас у этой появилась картинка. Обалдеть. Ну, так. Супер. Ну, я не знаю. Супер, не супер, конечно. Так, частная сеть. Разрешить. О, есть у нас камера. Айпишник у нее 1.10. Так, заходим. Свойства. Меняем на подсеть на 1. На 1. У камеры этой сейчас мы будем жестко менять айпишник. 192. 10. 192. 168. 1. 10. Нажимаем Enter. Входим интернета. Здесь нет. Тут подключен просто кабель. Так, нас просят установить плагин. Устанавливаем эту настройку. Известный издатель. Блин. Вот это вот. Непонятно что. Ну-ка. Попробуем. Админ админ. Что мы теряем? Так, не хочет. Говорит, хочу интернет. Так. Попробуем эту же ссылку через Chrome. Очень все сложно, запутанно вообще. Можно было через программку. Но мы и так попробуем. Так, китайские иероглифы появились. Так, адамин. Попробуем. Войти. Так, error. Пасворт. Пасворт. Error. Так, пытаемся изучить камеру. Соответственно, только логин у нас есть. Данная камера. И интерфейс полностью на китайском. Плагин не поддерживается. Да, это вообще капец какой-то. Прям не для внешнего рынка, так скажем, камера. Но мы ее добьем. Добьем же. Так. Заходим в софтину. Потому что, блин, ну другого я не вижу. Здесь вот галочку поставим. Сохранить. Вот она у нас появилась. Выйти. И нифига себе, какое качество. О-о-о-о. Ничего себе. Так, а у нее линза, блин, сколько? У нее линза не 3,6. Ничего не написано. Тут какой-то дальнобой. Но качество картинки, конечно, слушайте. А вот насчет 2 мегапикселей я соглашусь. Походу, это еще не предел. Итак, где тут настройки? Так, опция настройки. 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 Язык только китайский. Хм. Крындец, куда сохраняется? Ха-ха-ха. Так. Настройки видео. Мда. Мда. Нафиг выходим отсюда. Вот оно. Так, нам надо выбрать 63, пусть будет. Так, заходим в профиль. Так. Тан-тан, 63. 63. 63. И что я сделал? Как же сохранить-то-то? Это же не то. Так, ничего тут этого нет. Ага, во. Все сохранилось. Так, сейчас пробуем зайти на камеру. На камеру. 63. И... Пожалуйста. Пожалуйста. Зайди ты туда, а! Вот как просто оказаться. Так. А что здесь 17-й год? Январь, 18-й, 11-й. Все верно. Что-то... Сохранить. Тут еще язык у меня не поддерживается. Так что извиняйте. Я как бы не привык, что у меня тут... Так, я вот сюда нажимал. И вот этот параметр. Так. По сети. Вот он. 63. И... Надеюсь, вот эту кнопку. Сброс. Так. Обычно, обычно... Ну, просто либо там вопросики, либо здесь. Так. И что это? Вот эта вот кнопочка не нажимается. Все. Ждание отклика программки. Все. У нас все нафиг. Перезагрузилось. Пробуем по 63 зайти. Хлобысь. Зашло. О! У нас появился английский язык. Обалдеть. Запустить надстройку. Прям какая-то фантастика. А. Вот здесь на китайском. Ну-ка. Вау! Вау! Туркиш, мушкиш, бушкиш, рушкиш. Рушкиш. Капец. А, Д, Мин. Сейчас пробуем так зайти. Вроде там ничего не изменялось. А-а-а! Вау! Ребята! Вы прикиньте, да? Я каким-то чудесным образом, не понимая, как русифицировал вход. Жесть! Ну, я вообще красавчик. 63. Короче, все, что нам надо было, мы сделали. IP. IP. 192. 100. Так, это я пишу на коробке, чтобы запомнить. 168. 1. 63. Вот по вот этому адресу, соответственно, Костя попадет на эту камеру. Все, больше нам здесь, по идее, нифига не нужно. Но, слушайте, фантастика. Сначала чисто китайский. А потом у нас появились какие-то настройки и русские после смены только IP-адреса. Да, это же моя камера, да? Вон она шевелится. Только задержка прям колоссальная. Так, на D просмотр. Автоматическое соединение с каналом. Так, настройка сигнала тревоги. Информация. Ха. Ха. Ну, поставим вот так. Давайте проведем следственный эксперимент. Качество. Что-то не ахти она выбрала. Так, настроечки сейчас попробуем. Это я там с дурой взял. Кодировка у нас ТТТН. Нет. Это у нас не то вообще. Так, а где здесь? Ой, как много тут всего появилось-то. Так. Системные настройки. Нет. Нет. Нет, это все не то. Это все какое-то урезанное устройство. О, наверное, здесь где-то нужно ковырять. Да, вот настройки у нас. Общая компрессия. Компрессия. Так. Нам нафиг, по идее, это не надо. Качество. Наилучшее. Так, интервал кадров. Это, чтобы экономить трафик. Так. Нажимаем профиля. Обновить. Нет. Значит, вставить? Ну, тут просто, понимаете, тоже это. Вставить, ребята. Вставляете, а потом нажимаете ОК. Итак, параметры. Экспозиция. Обалдеть. Диафрагма. Обалдеть. Тут прям настроек что-то прям вообще капец. Так. Здесь лучше не лазить. От этого будет только хуже. Так. Да, в принципе, тут все очень даже хорошо. Сингапур, Пекин. Так. Плюс 7. Или минус 7. Странно. США плюс 7. Все, все, короче, верно. Тут, короче, можно ничего не трогать. Вот циферки какие-то идут. Разворачиваем. Вообще, вообще какой-то этот стал. Все квадратами. Так. Ну-ка, попробуем зайти заново. Основной поток. Так. Автонапоминание. Экстра поток мы оставим. Нам нафиг не нужен. Основной поток. Вот оно. Качество на маша. Зачем нам некачество? Ну, правильно? Так. И... Надо как-то мне ночью записать с этой камеры. Так. Смотрим. Записывается она должна на диск D. Остановить запись. Начать запись. Закрыть все каналы. Воспроизвести все каналы. Запись всех каналов. О! Что-то я не понимаю. Я не понимаю. Так. Выключаем свет. Тестируем ночной режим. Так. Включился ночной режим. Свет у нас от монитора. Ну, так-то хороший фонарик. Ух, как и далеко бьет. Вот такой я страшный по ночам. Без красных глаз. Как видим, камера должна быть достаточно на хорошем расстоянии. Сейчас расстояние около метра до моего лица. И так. Очень хорошо долбит. Очень хорошо долбит. Прям, я не знаю. Вот два закрываю. Толком от этого ничего не меняется. Ну, да. Фокусишь. То есть, стекло тут нет. Не общее. Странно. Почему? Через пальцы. Вы представьте. Через пальцы инфракрасный свет проникает. И получается то, что вы видите пятнышки. Я не знаю, ребят. Смысла нет. Ее, наверное, снимать днем-ночью. Она очень хорошо показывает. Вот он я. Сейчас я включил от цвета. Фух. Вот он я на расстоянии таком же, как ночью. То есть, вроде бы все чики-пуки. Текст читаемый. Так. Коробочку в руки. Смотрим, 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 смотрим. Видите, вблизи фокуса почти нет. Вот дальше есть. Так. Кстати, насчет фокуса. Ну, это линза. Линза настраивается. Фокус все настраивается. Блин, размазал. Ну, качество у картинки вообще классно. В общем, если бы не настройка, ребят, короче, камеру у нас показывать я ночью-днем не буду. Смысла не вижу. Это явно круче, чем предыдущая камера, в принципе, как и остальные. Это 2 мегапикселя. Тут просто видно, что качество... Вот я просто увеличиваю в монитор. Вы просто сами оцените. То есть, блин, ну, точки мелкие. Тут скоро пиксели самой матрицы видны будут. Очень хорошо. Очень. Но придется попотеть. Давайте для прикола. То есть, я, в принципе, не знаю, записал, не записал. Сейчас посмотрю. Ага, вот он, Program Files. И вот этот файлик, наверное... А, тут он, блин, в своем каком-то формате записал. Я не знаю, получится мне его воспроизвести, нет? В редактор вставить, чтобы видео обработать. Просто поверх. Офигенно, слушайте. Офигенно. Где тут Play? Время идет. Вот, тут, получается, я не могу, как бы, листать. Качество еще выше, чем, короче, в том окне. Так, свет выключается. Включается ночная подсветка. Ой, шикардос. Я, знаете, что думаю? Тут некоторые блогеры, которые в Wi-Fi камеры тестируют, показывают тоже. Я видел таких. Они, знаете, что делают? Они на камеры трансляции ведут. Глаза такие мутные. Как у алкаша. Реально. Да, фокус хреноватый вблизи. Ну-ка, сейчас я подальше уберу, не уберу. Меня вообще устраивает полностью. Детализация очень хорошая. Лучше, кстати, чем у двушки, которая у меня была. И плюс, не забываем то, что здесь линзы. Здесь у нас шесть линзованных инфракрасных светодиодов. Кстати, они нового образца. Там какие-то светодиоды-то не такие, как обычно. То есть, там какая-то площадочка. А-а-а! СМД-шные светодиоды, прикиньте, инфракрасные. Вот там ставят СМД-светодиод прямоугольный. И линза в него упирается. Отлично. Мне очень нравится. То есть, для камеры видеонаблюдения, мне кажется, качество вообще гораздо лучше, чем у предыдущих. Ну да, продавец не соврал, но, ребят, с настройками вы сами видели. Врать не буду. Блин, никому не смогу подсказать удаленно. Я вообще поражаюсь, когда люди мне пишут и говорят, Диман, настрой. Как я вам настрой? Вы мне скажите, если я вот сам вроде бы что-то делаю, да, но автоматом я делаю. И толком я не запоминаю, что я делаю. Вы это запомните? То есть, я сделал, все заработало. Вот, 36 минут у меня потребовалось времени, чтобы снять обзор. И как-то вот так вот. А дальше уж сами думайте. Ну, ссылка, кому интересно, оставлю под видео. На этом я прощаюсь с вами. У продавца бывают распродажи. Софт, как видим, тут совершенно другой. Так что диск отправляется к Константину, а у меня, на всякий случай, он будет складироваться. И, скорее всего, потом болваночку закатаю себе с этим софтом китайским. Нихай лежит, правильно. Кушать есть не просят, а в интернете сейчас одни верусяки. На этом я прощаюсь с вами. Всем удачи. Оцениваем видео. Всем пока.